Мы думаем, что Казакову нужно доелать свой блог на постоянной основе. Илюх, пили больше видосов, пожалуйста. Илюх, тебе топ-заработок, нам топ-контент. Сделай хотя бы блог еженедельный. И комментарий, который меня чуть ли не до слез растрогал, слушайте внимательно. Почаще о нас вспоминай. Это вы попросили, это не я придумал. Всем привет, друзья, меня зовут Илья, это первый выпуск моего видеоблога непонятно о чём, о совершенно рандомных вещах, без какой-либо подготовки. И только что предыдущей фразой про то, что вы попросили, я снял с себя ответственность за то, что я делаю видеоблоги. Никогда бы не подумал. Вообще, судьба этого канала очень удивительная. Когда я покинул предыдущее место своей работы, я подумал, почему бы мне не завести свой канал, рассказывать о мобильных играх, о каких-то штуках интересных и прочее-прочее. Но дело в том, что у меня тупо не хватило времени на этот канал. В итоге я стал сюда заливать всякие рандомные неинтересные видео, использовать этот канал как видеохостинг, и он превратился в нечто непонятное. Но самое важное и удивительное, что практически каждому видео я видел комментарий, который показал вам в начале этого ролика. Действительно, меня часто просят делать видео и не забывать об аудитории. Может быть, это звучит несколько самонадеянно, и вы сейчас сидите такие перед монитором и думаете, что этот хрен вообще о себе думает? Я думал абсолютно так же, именно поэтому я даже не планировал снимать какой-то видеоблог. Но согласитесь, что не брать во внимание конкретные, прямые просьбы своей аудитории было бы как-то абсолютно неправильно. Собственно, поэтому вы увидите то, что видите сейчас. Первый выпуск видеоблога Ильи Казакова. Как звучит? Видеоблоги – штука интересная, ведь всегда так манит заглянуть и подсмотреть, как же там живут другие люди, чем они занимаются, как они ходят в магазин, бегают на пробежках, бегают на пробежках. Клево, я сказал. Да, я молодец. На самом деле, я не готовился практически никаким образом к записи этого ролика. Это вы можете увидеть сейчас по отражению двух ламп в моих очках, по не самому, прямо скажем, качественному видео и монтажу, потому что я это все делаю в домашних условиях и, повторюсь, без какой-либо подготовки. Однако же, это видео я вижу как очень важный шаг вперед в нашей с вами коммуникации. Скажем так, это первый шаг в нашей с вами коммуникации, который делаю я. Следующий шаг я надеюсь получить от вас. Дело в том, что я бы очень хотел, чтобы вы, дорогие зрители, принимали как можно большее участие в создании контента на этом канале. Каким образом это можно сделать? Очевидно, я не буду просить вас делать какие-то нереальные, непосильные вещи. Но мне бы, например, очень хотелось, чтобы вы в комментариях к этому видео задали мне какие-то вопросы, например, на которые я бы смог ответить в следующем выпуске видеоблога, который будет, может быть, через неделю, может быть, через две. Но если наберется критическая масса вопросов и, скажем так, 150 лайков к этому видео, то мы с вами встретимся еще раз. Таким образом, я не выклянчиваю лайки. Не надо, вот подождите, не надо. Стой, стой, стой. Такое число лайков для нас абсолютно реально. Нас три с половиной тысячи человек на канале, и уж 150 человек-то, я думаю, смогут поставить большой палец вверх, чтобы поддержать таким образом меня, потому что, честно скажу, снимать видеоблог – это не так уж и просто. Это вот вы смотрите сразу с первого раза. А я-то тут, между прочим, 35 дублей уже заснял. Так вот, возвращаясь к лайкам, таким образом мне будет понятно, что вы заинтересованы в такой коммуникации, и, соответственно, я уже никак не смогу отвертеться от записи второго видеоблога, в котором мы встретимся, обсудим ваши вопросы и подумаем, чем мы будем заниматься дальше. Как вам идея? Напишите в комментариях. Вообще, давайте общаться, читайте меня в Твиттере, можете подписаться на меня в Инстаграме, а еще у меня есть секретная группа ВКонтакте.